Здравствуйте друзья, Светлана нам зачитает вопрос. Почему люди не уважают друг друга? Заранее благодарен за ответ. Ну что, Светлана, начнешь? Трудно вообще ожидать уважения в стране, где нет уважения, как бы оно не воспитывается с самого детства. Это как у нас называется catch-it-one-e-two, когда нет выхода из ситуации, когда с самого ясельного возраста ребенок помещается в среду неуважения к его маленькой детской личности. И откуда же возьмется это уважение в старшем возрасте? Более того, помимо просто чисто неуважения, воспитывается у самого детского возраста топтание чувства собственного достоинства другого человека. И это возводится для ребенка, это интуитивно, он возводится в ранг. То есть если, известная поговорка была, ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак. Это статусность. Это статусность, поэтому с маленьких лет ребеночка воспитывают в этой среде, и он понимает, если я могу кого-то унизить, я уж не говорила о неуважении, унизить по своему положению, то я это сделаю. Ты можешь не делать, но это ты можешь, понимаешь, это ты решаешь, открывать дверь ногой. Подожди секунду, но если я это делаю, мне приносит это большое облегчение моему статусу, моему чувству глубокого удовлетворения, люди растут в этой среде, а как они могут уважать друг друга, если оно так вот произрастает, их воспитывается, и по-другому не было никогда. Я понял, то есть ты относишь это просто к обществу как таковому, и люди не могут быть чем-то, что не есть часть общества и так далее. То есть ты как бы вот оттуда берешь. Я бы две вещи сказал здесь. Значит, первая вещь существенная, это индивидуальный уровень чувствительности к несправедливости, уровень обидчивости и так далее. Мы знаем, что есть люди более обидчивые, есть люди менее обидчивые, есть такие, говорят, что там плюнь в глаза, там божья роса и так далее. То есть это на самом деле различие. Поэтому в том самом коллективе, в котором молодой человек, а мы понимаем, где он находится. Он находится среди айтишников, он находится среди студентов университета, достаточно приличного и так далее. То есть все-таки он не общается с таким рядовым, я не знаю, быдлом таким. Нет, он общается в достаточно элитарной обстановке. Достаточно элитарной. То есть это может быть там 5%, может быть там 10% наиболее образованных, интеллигентных, развитых людей в стране, в которой он живет. И эта среда тоже не свободна от этого всего, от неуважения. Но еще вопрос чувствительности, понимаешь? Ты его пошли вот куда-нибудь на поле, чтобы он там поработал. Ты его пошли куда-нибудь там в таксопарк. Ты пошли вот в трамвайное депо. Вот он там послушает. Может быть он тогда ценить начнет то, что он имеет. Это индивидуальный уровень чувствительности тоже. Я скажу такую вещь, что мы так смотрим русские какие-то фильмы, да? Светлана смотрит. И я просто в шоке от того уровня общения, который показан в фильме. И показан он как норма. То есть растоптать человека на пустом месте, обидеть его, обозвать его. Причем в хорошем смысле. Никто ничего плохого не имеет. Даже когда люди хорошо друг к другу относятся, можно, например, говорить про жену свою. Да это дура вообще, что она понимает. Он любит ее при этом, но это норма общения. Но это в кино, свет. Кино есть кино. Но не в этом. Это норма общения в жизни. Это кино является просто отражением этого. Это напоминает нам то, что мы видели своими глазами. Но я хотела вторую вещь сказать. Значит, первое, что я хочу сказать, это его уровень чувствительности. И, может быть, 95% людей, которые вокруг него находятся, они даже и не замечают этого всего. Пока мы тут на телефонный звонок ответили. Дождик пошел такой мелкий. Так вот, второй момент, о котором я хотел сказать. И я думаю, что это главное в этом во всем. Для понимания. И для того, чтобы для себя инструмент какой-то иметь. Значит, существенным является вот что. Это происходит не от неуважения к другим людям. Это происходит в первую очередь от неуважения к себе самому. Человек, который сам себя уважает, у него есть возможность уважать других людей. У него есть какая-то база, понимаете, которая позволяет ему и других людей тоже уважать. Человек, который сам себя не уважает, он не может уважать других. Он может их бояться. Он может бояться наказания. Он может бояться неприятностей Он может бояться Уважать он их не будет Потому что он сам себя не уважает Понимаете И вот Это начинается с неуважения К родителям Это начинается с неуважения к членам семьи И пошло и поехало Если вы посмотрите на культуры В которых Например Вот очень высоко Ценится уважение к родителям Он воспитывает Собственно это было Во многих культурах Еще 100 лет назад присутствовал очень сильно И вот отец сказал Значит все Ты не можешь хамить маме Ты не можешь старшему брату Что-то такое И вот в этих культурах Отношения между людьми Более уважительны И даже на уровне За пределами семьи За пределами иерархии Микромира в котором он живет Они более уважительны Они более гостеприимны Понимаете Там целый мир С этим связан Какой-то Вы можете сказать Они тоже Вот бывают И ненавидят Там И кровная месть Там Или еще что-то Я не знаю там что Конечно Конечно Это отдельно К этому добавляется То есть мы не можем Только уважать и любить Потому что бывают конфликты И в конфликте Мы должны как-то защищать себя И так далее Это присутствует Но Я вот хочу вам ключ дать К пониманию И сказать Что если вы видите человека Который Говорит гадости И так далее Неуважительно высказывает Да он себя не уважает Как только вы это поймете Вот это поймете Вы начнете воздерживаться От этого сами Если вы себя уважаете Вы перестанете Иметь дело с этими людьми Потому что Если они сами себя не уважают А кто их уважает Понимаете Это целый мир Целая система наслоений Вот на это Отсутствие самоуважения Я Это начинается Когда там Я не знаю Ну вот там Про евреев Про мусульман Про Там даже я не знаю Кого там Они Много объектов разных Может быть Кавказцев Там Цыган Я не знаю Честно Чукча Там Еще кто-то Понимаете Я Я в свое время Могу сказать Что я тоже не был Свободен Вот от этого И И у меня тоже была Масса предрассудков И система воспитывала И Потом еще знаете Что Вот родители наши Наши поколения наших родителей Люди которые пережили войну Отечественную Гражданскую Там эвакуации Там и так далее Бабушки и дедушки Они имели много фобий Очень много фобий Они Они Ненавидели вот это За что-то И вот И вот то За что-то И я даже не хочу перечислять Потому что я не хочу вам настроение Пользовать Так вот И мы тоже выросли в этом Во всем Поэтому Я сейчас намного Намного свободнее И я поэтому Как могу спокойно Об этом говорить Я не хочу сказать Что полностью свободен Это не так Но Вот я борюсь с этим Вот Когда Была только Перестройка Началась И много цитировали Часто Часто цитировали Михаила Чехова Брата Писателя Антона Чехова Точнее Это Я извиняюсь Наоборот Антон Павлович Писал брату Михаилу Павловичу Писал письмо И он ему там написал Что Нужно Ежедневно Выдавливать из себя Раба Понимаете Вот в том обществе В котором мы живем сейчас Вот допустим В Соединенных Штатах Я Я так обычно говорю Что здесь выдавливать не надо Просто потому что Оно само по себе Из тебя вытекает За отсутствием Вдавливания В тебя раба И это правда Это правда Когда ты живешь В себе свободных людей В тебя никто не вдавливает Этого раба Но Выдавливать тоже надо В том смысле Что когда ты внутренней речью Внутренним мышлением Ты говоришь Ах ты такой сикой И там уже какое-то слово идет Да И стыдно Стыдно Потому что ты знаешь Вот Из этой категории Очень приличных Очень достойных Людей И ты понимаешь Что это Ты сам себя не уважаешь Когда ты так делаешь Ты сам себе Брожу плюешь Поэтому Если вы будете Это понимать Если вы подумаете Немножко Вы поймете Что это правда Так и есть Я не говорю Ничего такого Что я вот в это верю А я в это верю Потому что это правда Я как бы много лет На свете живу Я много чего там Скажем делал Неправильного Тоже То что я вот сейчас Понимаю Что неправильно И был подвержен Очень многим влиянием Я вот сегодня Как бы пришел К пониманию чего-то Каких-то истин Там небольших Несложных Вот это такая Маленькая Несложная истина Люди Которые неуважительно Про других Там говорят Они сами себя Не уважают Или скажем Не до уважают Потому что они Позволяют себе Такое вслух сказать И даже внутри Даже мысленно Тоже не хорошо Это разрушительно Понимаете Всякая такая мысль Она против человека Действует Когда она У него внутри сидит Вот я бы На этом наверное Закончил Все ребята Счастливо Редактор субтитров А.Семкин